Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» на канале ЛДПР-ТВ в студии Вера Ионкина о главных событиях к этому часу. Сегодня Владимиру Жириновскому исполнилось бы 76 лет. Из-за тяжелого заболевания выдающийся политик, лидер одной из старейших партий, не дожил до своего дня рождения 19 дней. Утром на Новодевичьем кладбище в Москве собрались друзья и соратники Владимира Вольфовича, чтобы почтить его память и сказать простые добрые слова в его адрес. День памяти Владимира Вольфовича, 25 апреля, его день рождения. Несколько сотен человек собрались на Новодевичьем кладбище, чтобы поклониться памяти великого человека. Это, конечно, станет традицией. Сегодня это первый день памяти. Даже солнышко выглянуло. И символично, что день рождения его мы отмечаем на следующий день после Пасхи Христовой, его любимого праздника, Светлого Христового Воскресения. Прошло уже некоторое время, но боль не утихает и, наверное, не утихнет. Тем не менее, работаем. Жизнь продолжается в соответствии с тем, как Владимир Вольфович учил, ставил задачи. Партия будет сохранена и укреплена. И думаю, что каждый из нас будет часто приходить, просто побеседовать, поговорить с Владимиром Вольфовичем. Для этого не обязательно, чтобы наступили какие-то особые даты. Сегодня именно день памяти. Этим все сказано. По случаю дня рождения Владимира Жириновского в Центральном аппарате ЛДПР состоится памятная встреча, которая завершится балом. Об этом подробнее мы расскажем в нашем специальном выпуске. Другим новостям. После заявления главы Центробанка Эльвира Набиулиной в ходе ежегодного отчета перед депутатами Государственной Думы о том, что России дефолт не грозит, парламент решил продлить ее полномочия еще на пять лет. За переназначение проголосовали 338 человек, а против – 83. Это для Набиулиной уже третий срок подряд. И отчет о работе Центробанка за 2021 год оценил заместитель председателя Думского комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов. Это, наверное, самый лучший отчет Центрального банка за всю вот эту последнюю новейшую историю. Почему лучший? Ну, во-первых, он очень информативный, показательный, четкий. Во-вторых, он реально говорит о многих достижениях, которые удалось достичь Центральному банку. Хотя, там тоже есть определенные нюансы. Ну, нюансы связаны с чем? Прежде всего, с тем, что по инфляции не удалось удержать, так скажем, возле цели. И мы дискутировали в ходе встреч с руководством Центрального банка, что здесь во многом, конечно, не только сыграла роль проблема на стороны предложения, что когда экономика восстанавливалась, и поэтому предложения не хватало, цены пошли вверх. Но и курсовая политика. Дело в том, что мы уже, наверное, забыли, здесь об этом нет в отчете, но в 2020 году произошел скачок курса большой. И этот скачок курса произошел, конечно, на фоне пандемии, но в том числе и из-за бюджетного правила, о котором сейчас здесь говорят. Когда нефть шла вниз, а Центральный банк в рамках исполнения бюджетного правила выходил на рынок с покупками валюты. И, соответственно, когда у вас на рынке присутствует такой большой покупатель с таким большим спросом, конечно, курс идет вверх. Однозначно. Потом это уже транслировалось в цены в 2021 году во многих аспектах. Хочется отметить, в общем-то, достаточно большую проблему с конкуренцией, которая сложилась у нас в банковском сообществе, ну, вообще на финансовом рынке. Конкуренция у нас, в общем-то, там практически сведена на нет. Полное господство крупных, ну, в основном это госбанки. А в некоторых сегментах, которые очень важны для наших граждан, это вклады, это кредиты потребительские, это расчеты, то же самое, розничные расчеты. Вообще доминирование одного банка, Сбербанка. Всю минувшую неделю рубль укреплял свои позиции. За это время доллар опустился с 80 до 73,5 рубля, а евро упал до 80 рублей. Но впереди российскую валюту ждут новые препятствия. С начала 29 апреля заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке, а затем долгие майские каникулы. Как это отразится на рублях, говорить еще рано, пока же глава Центрального банка Эльвира Набиулина во время отчета в Госдуме сообщила, что на ближайших заседаниях будут рассматривать возможность снижения ключевой ставки. Благая цель повышения ключевой ставки вполне понятна. До 20% она была повышена, сейчас снижена до 17%. Но между тем, в мой адрес продолжают поступать жалобы от предпринимателей, от малого и среднего бизнеса, в том числе из родной вам республики Башкирия, которые жалуются на то, что процент кредитования по договорам с банками напрямую зависит от процента ключевой ставки. Ну и так, например, некоторые банки повысили процент до 24 и даже до 30%. Ну и вот к вам лично вопрос. До какого уровня, на ваш взгляд, необходимо снизить ключевую ставку в целях сохранения баланса между так называемой благой целью и нагрузкой на наш малый средний. Спасибо большое. Я еще раз повторю, мне кажется, это очень важно, потому что повышение ключевой ставки – это была антикризисная мера. Именно антикризисная мера, чтобы и удержать деньги на депозитах, и это база для кредитования, инфляции не дать раскрутиться. Но мы прекрасно понимаем и мы признаем это, что такие ставки, они недоступны для кредита. Поэтому в этот период, как антикризисные меры, и нужны широкие программы льготного кредитования. Вы сказали о тех кредитах, которые привязаны к ключевой ставке – это плавающие ставки. И правительство приняло решение, вместе с нами это обсуждало, Дума приняла решение о том, как сгладить эти плавающие ставки – тоже очень важная мера поддержки. И, конечно, в будущем мы приняли эти антикризисные меры. Мы видим, что текущая инфляция постепенно снижается, вот недельная, годовые цифры, они могут даже расти, но там эффект базы. Текущая инфляция начинает снижаться, и мы на ближайших заседаниях будем дальше рассматривать снижение ключевой ставки, и постепенно рыночные ставки тоже будут к этому двигаться. Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе ни в политическом, ни в экономическом смысле. С таким заявлением выступил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он отметил, что немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. И речь не только о нефтегазе, но и о редкоземельных элементах. В то время как прогрессивный Запад заявляет фактически полной изоляцией нашей страны, в мире есть десятки государств, с которыми в России остаются дружественные отношения. Безусловно, мы сегодня должны спокойно посмотреть на карту, увидеть, что огромное количество стран с нами сохраняют дружественные отношения. Если говорить об экономике, у нас есть соглашение о зоне свободной торговли, например, с тем же самым Вьетнамом или с Египтом. Египет в этом году будет страной-партнером на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне. Поэтому я уверен, что мы измеряем количество наших союзников десятками. И я думаю, что это серьезные партнеры и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и в рамках Евразийского экономического союза, и в рамках Содружества независимых государств, и в рамках такой известной организации, как БРИКС, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, это все партнеры, с которыми мы будем развивать новые долгосрочные совместные проекты, совместные предприятия и работать не только на российском рынке, но и по всему миру. Изоляция России не единственная цель Запада. Такое мнение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. По мнению политолога, истинная цель – ликвидировать и уничтожить страну, устроить русский Холокост. В конце прошлого года Владимир Жириновский заявил, что в 2022 году Россия вновь станет великой страной. И судя по тому, что прогнозы выдающегося политика не разбывались, коварным планам Запада не суждено сбыться. Россия – последняя надежда для всего мира. Неужели вы не видите, куда катится мир? Ведь это началось с крушения Америки. Не завтра, но началось. Это первый костер разожгли. Вот Сиэтл, там Миннеаполис и прочее. Америке конец. Ее отдали финансисты и международные олигархи, потому что ей нужно разрушить все государства, чтобы были племена, чтобы люди бегали по планете Земля. И им можно жвачку дать, наркотик дать, и будут помалкивать, и довести количество их до миллиарда, как обслуживающий персонал. Поэтому вы должны нами гордиться и, так сказать, уповать на нас, что мы спасем все человечество от этих финансовых мракобесов. Они тихие. Наполеона знали в лицо Гитлера, Македонского, Чингисхана. А они тихо сидят в комитетах, там где-нибудь Бильдербесский клуб, какой-нибудь там Римский клуб, Парижский клуб, и договариваются, где какую заварушку устроить. По всей планете прошлись арабская весна, среднеазиатская весна, грузинская весна, украинская. Ты давай, у нас это же была тоже оранжевая революция. Когда? В 1905 год. Деньги дали, винтовки завезли. Долой царя. Вы сегодня против Путина выступаете? Да не все время. Долой царя. Почему убирали царя? Чтобы поломать империю. И в 1917-м убрали царя. Опять же, припоследствии английского посла Бьюкенена. Вы что, истории не знаете? И Вторую мировую они организовали. Чтобы опять по нам ударить. И покушение на Сталина устраивали. Все время что-то делали. Против нас. Против нас. Чтобы нас не было. Потому что мы мешаем им. Но теперь мы крепкий орешек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok